Здравствуйте, это программа Город Эсс, я Елена Чернявская. В январе началась кампания по НДФЛ для физических лиц. Уже сейчас можно начинать сбор документов для заполнения 3 НДФЛ. Как быстро получить вычет и без каких обязательных ранних действий можно обойтись в этом году, я говорю сегодня с моим гостем в студии Глеб Александрович Ружковский, заместитель руководителя ФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а тема нашей сегодняшней программы – декларационная кампания 2022 года – налоговые вычеты. Так давайте мы сейчас какие-то общие темы и накидаем. Накидаем, о чем нужно помнить и знать, прежде чем все-таки заняться оформлением своего налогового вычета. Да, давайте мы разделим на две части. Первая часть – это обязанность представления декларации в случае получения доходов, с которыми удержан налог налоговыми агентами. То есть это такая, наверное, нелюбимая часть, когда нужно деньги не получать из бюджета, а нужно платить. Каждый год у нас установлен единый срок – это крайний срок представления декларации 30 апреля. К чему это относится? Это относится к самой распространенной категории – реализации объектов движимого и недвижимого имущества, которое в собственности находится менее трех лет, либо менее пяти. От чего зависит срок владения, при котором, если вы реализовали объект, ранее которого нужно представлять декларацию, от оснований приобретения объекта. Если мы говорим о наследовании имущества, либо транспортных средств, да, это три года. Если договора купли-продажи, договора долевого участия, то есть любое приобретение, срок нахождения, соответственно, пять лет. Если вы реализовали объект до истечения этого срока, соответственно, необходимо представить декларацию 3НДФЛ. И в случае, если вы от сделки по реализации получили доход, то есть цена продажи у вас превышает цену приобретения, нужно, соответственно, представить декларацию до 30 апреля и до 1 июля текущего года, соответственно, налог заплатить. Мы сейчас говорим о тех сделках, которые у нас прошли в прошлом году. То есть мы в этом году отчитываемся за сделки, прошедшие в 2021 году. Хорошо, но а нужно ли сдавать декларацию при продаже имущества, находящегося во владении менее пяти лет и ниже одного миллиона рублей? Это изменение, которое внесено с этого года. Объясню, чем оно обусловлено. Да. Есть так называемые стандартные вычеты. То есть если вы реализуете квартиру, и у вас нет, к примеру, никаких расходных документов, то есть, к примеру, вы приобрели ее в порядке наследования, либо в порядке дарения, но продали ее до истечения крайнего срока владения, 3 года, соответственно, у вас расходов нет, вам законодательство представляет стандартный вычет в размере миллиона рублей. То есть вы образно за миллион продали, миллион стандартный вычет, сумма к доплате 0. 250 тысяч рублей, это относится к иным строениям, сооружениям, к примеру, гараж. То есть гараж получили, за 250 тысяч рублей продали, расходов нет, но стандартный вычет 250 тысяч вам в любом случае законодатель представляет. Соответственно, для такой категории объектов, по большому счету, по которым декларация сдается к нулю, да, и не приводит до оплаты, дали возможность декларацию в этом году не представлять. Но что важно понимать? Важно понимать, что есть законодательство нормы, которая цену сделки оценивает, исходя из кадастровой стоимости. То есть цена сделки не должна быть менее 0,7 от кадастровой стоимости. То есть если вы продали образно за миллион рублей, но не укладываетесь в 0,7 от кадастровой стоимости, все равно декларацию представлять нужно, соответственно, налог уплачивать нужно. Возможность непредставления декларации возникает по тем объектам, у которых крайне низкая кадастровая стоимость, которая укладывается в миллион рублей в 0,7%, но тоже касается и иных объектов и сооружений. Но все-таки что-то еще нужно учесть при как раз декларировании доходов от продажи недвижимого имущества? Основное, что нужно учесть, как я уже сказал, это в первую очередь кадастровая стоимость. Ее можно на момент сделки посмотреть. Это, в принципе, информация в открытом доступе. Не все понимают, да, продать вы можете за сколько хотите, хоть за рубль. Но все равно налог по продаже вы будете платить с 0,7 от кадастровой стоимости. А при заполнении декларации, при подаче, самое важное, что нужно понимать, это если вы квартиру приобретали, либо машину приобретали, необходимо прикладывать расходные документы. Поскольку основная часть налога, она как раз-таки, как правило, возникает из-за того, что нет расходных документов. Поэтому крайне важно по всем объектам недвижимости, по транспортным средствам сохранять расходные документы. Если говорить о перечи расходных документов, ну, как правило, это, понятно, договора купли-продажи, но самое важное, что по каждому договору должны быть документы, подтверждающие факт оплаты. Вы и ваши коллеги всегда приходите к нам в эфир и все так очень подробно рассказываете, но, тем не менее, юридическая и налоговая грамотность среди населения, ну, не всегда такая явная. Скажите, если все-таки человек продал или купил квартиру и понимает, что декларацию все-таки нужно подать, но не знает как, куда, через личный ли кабинет, либо нужно прийти в налоговую, скажите, вот консультанты есть, которые консультируют и помогают разобраться обычным гражданам в таких сложных налоговых вопросах? На самом деле абсолютно любой гражданин может прийти абсолютно в любую инспекцию, соответственно, там есть отдел, который занимается работой с налогоплательщиками, либо специалист отдела ответит на любой интересующий вопрос, либо, соответственно, пригласит правильственность специалиста, который поможет. Единственное, что понятно, да, что нет возможности, к сожалению, специалистов там досконально заполнять декларацию, за вас сидеть вместе с вами, но, к сожалению, просто людей не так много, да, и на это уходит достаточное количество времени, но, тем не менее, подсказать, посмотреть на предмет правильности заполнения, соответственно, есть такая возможность. А в этом году упрощена декларация ее заполнения? Есть какие-то пункты, которые не нужно заполнить обязательно? Декларация, на самом деле, она меняется каждый год, выкладывается специальная программка на сайте, эта программа позволяет, в принципе, достаточно понятийно и легко декларацию заполнить. Даже дома, да? Даже, ну, дома, да, с обычного компьютера, соответственно, ну, ничего там, прям предельно сложного нету. Все сложности связаны с тем, что, на самом деле, налог на доходы физических лиц и глава налогового кодекса, которым посвящена, достаточно обширная, там есть достаточно много разных нюансов и тонкостей в зависимости от возникающей ситуации. В частности, много вопросов возникает с определением срока владения по объектам. К примеру, да, договора долевого участия. С какого момента начинается исчисление срока вот этого вот пятилетнего владения объектом имущества? Можно, как бы, уже есть сформировавшаяся практика, что по договорам ДДУ, это просто один из самых задаваемых вопросов, дата начала владения определяется с датой полной оплаты по договору долевого участия. То есть, как только вы полностью оплатили всю сумму по договору долевого участия, соответственно, с этой даты начинается исчисление пятилетнего срока. Если прошло пять лет, никаких деклараций представлять не надо. Если прошло менее пяти лет, соответственно, необходимо представить декларацию, и если есть доходная часть, доход оплатить. Я сказал, да, про самое распространенное, про реализацию объектов, но к декларационной кампании также относится реализация, далее участие в организациях, декларирование доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества. Вопрос, на самом деле, такой очень тонкий. У нас с введением налога на профессиональный доход, так называемый статус самозанятых, большинство тех людей, которые сдают в аренду недвижимость, перешло, соответственно, на НПД. Это сделано по понятным причинам. Ставка НДФЛ, все понимают, 13% от сдачи в аренду. Соответственно, ставка у самозанятых при сдаче физическим лицам 4%, при сдаче юридическим лицам 6%. Но это просто дешевле, соответственно, проще, никакие декларации заполнять не надо. То есть, если вы в статусе самозанятого и декларируете доходы как самозанятый с помощью мобильного приложения, соответственно, в этом году, ну, понятно, тоже никакой декларации представлять не надо. Если вы не зарегистрированы в качестве самозанятого, соответственно, декларацию представлять в НДФЛ, нужно также по сроку 30 апреля. Почему важно декларацию эту представить и не дожидаться контрольных мероприятий, о которых я сейчас подробнее скажу, с стороны налоговых органов? Предусмотрены штрафные санкции. За нарушение срока представления декларации штраф не менее 1000 рублей, плюс 5% за каждый календарный месяц просрочки, но не более 30% от общей суммы, указанной в декларации. Есть вторая категория штрафов, это несовременная оплата. То есть, я сказал, срок оплаты по декларации 1 июля за несовременную оплату, соответственно, штраф в 20%. А в налоговой есть эта информация, что вы обязаны предоставить декларацию? То есть, вы знаете и надеетесь на бдительность граждан? Нет, на самом деле в том-то и дело, что по всем объектам недвижимого имущества введена новая норма, которая действует уже с прошлого года. В случае, если у нас гражданин не представит декларацию, то, соответственно, с 15 июля налоговый орган автоматом доначислит эти суммы. Понятно, что налоговый орган доначисляет и представляет только стандартные вычеты, не берет вашу расходную часть. Поэтому проводится бездекларационная кампания, проводится проверка расчетов, запрашиваются у налогоплательщиков документы. Вы в любом случае эту сумму заплатите, просто заплатите ее уже с учетом озвученных штрафных санкций. Поэтому все, что касается реализации объектов недвижимого имущества, смысла не представлять вообще абсолютно никакого нет. По всем остальным категориям также к нам приходят сведения по сдаче в аренду, в том числе, приходят обращения граждан. Все это, опять-таки, в итоге приведет к тому, что вам налог доначисляет, просто вы заплатите его гораздо больше, чем вы бы заплатили его добровольно. Хорошо. В какой срок и в какой налоговый орган нужно предоставить уведомление ОКИК? Что такое уведомление ОКИК? Это уведомление о контролируемых иностранных компаниях. Если у нас физическое лицо является учредителем, контролирующим лицом, акционером в иностранной компании, у нее есть обязанность представить соответствующее уведомление. Срок представления уведомления аналогичен сроку представления декларации по форме 3НДФЛ, то есть это до 30 апреля. Почему это важно? Во-первых, очень большие штрафы за непредоставление уведомления штраф на физическое лицо 500 тысяч рублей. Во-вторых, соответственно, у нас эта информация в полном объеме вся есть, она получается службой в рамках международного обмена. Ежегодно иностранные государства представляют сведения, в том числе о бенефициарных владельцах соответственно юридических лиц. Поэтому не представлять очень дорого, рекомендую всем уведомление это представить, тем более, что в помощь налогоплательщикам в личном кабинете физического лица в этом году реализован функционал по представлению уведомлений, поэтому программка нажатием кнопки опять-таки в личном кабинете помогает это уведомление заполнить и представить, при этом, соответственно, избавляет вас от необходимости ручного заполнения, необходимости лично идти в налогуорган. Все есть, весь функционал абсолютно есть в личном кабинете. Но вы об этом говорите, значит, претенденты все-таки имеют место быть? Конечно, ей, да, к сожалению, имеет место быть. И, соответственно, сумма штрафных санкций это крайне неприятно для людей, потому что штрафы очень большие. Тоже мы с вами говорили про НДФЛ. На самом деле у нас есть еще такой раздел, да, валютное законодательство. К сожалению, наверное, не все знают о его нормах, но тем не менее оно есть. К примеру, касательно физических лиц очень есть важный момент, опять-таки с очень большими штрафами за несоблюдение. Если у нас физическое лицо продает имущество иностранному гражданину, то, соответственно, расчеты может проводиться только через специальные банковские счета. То есть за наличные денежные средства, то, что можно между физическими лицами и резидентами на территории России, то есть между гражданами России, наличными денежными средствами, в случае, если проходят такие сделки, то, соответственно, это является прямым нарушением нормы валютного законодательства, за что предусмотрены штрафы, а штрафы там до 0,7% от суммы сделки. То есть продали квартиру иностранному гражданину, соответственно, рассчитались наличными денежными средствами, практически вся стоимость сделки уходит вам в штраф. Хорошо, тогда понятие расшифруйте иностранный гражданин. Гражданин, который не является гражданином Российской Федерации. Угу. Хорошо. Предоставить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо до какого числа, Глеб Александрович? Я уже сказал, это 30 апреля. Угу. Важный момент. Есть так называемый с прошлого года упрощенный порядок. Упрощенный порядок, на самом деле, это то, к чему мы стремимся. Это первый шаг на пути того, чтобы избавить людей от необходимости вообще что-то декларировать, что-то заполнять. Что такое упрощенный порядок? Мы сейчас переходим плавно ко второй части, да, которая более приятная, где мы говорим не про то, что нужно заплатить, а про то, как можно, соответственно, получить возврат денег из бюджета. Есть категории вычетов. Это вычеты стандартные, самые распространенные, это вычеты на детей, которые, ну, любой человек, да, который официально трудоустроен, работает, пишет заявление работодателю, и с него, соответственно, налога на доход физических лиц в текущем году за счет этих стандартных вычетов меньше удерживается. Есть вычеты социальные, тоже подробнее о них потом расскажу, это лечение, это, соответственно, приобретение лекарств, и с текущего года это фитнес. Есть вычеты имущественные и инвестиционные. Касательно инвестиционных и имущественных вычетов, с прошлого года предусмотрено упрощенный порядок их получения, то есть в личном кабинете реализован функционал, согласно которому человек просто нажимает на кнопку, дает свое согласие на получение вычетов, и без представления каких-либо документов в заполнении деклараций вычеты в ускоренные сроки, у нас на текущий момент это в пределах 15 дней, поступает ему на счет. Что нужно, чтобы это работало, и как вообще этот функционал реализован? Этот функционал реализован посредством представления кредитными организациями сведений по ипотечным кредитным договорам и по инвестиционным счетам. В прошлом году к системе подключен был у нас банк ВТБ, с этого года у нас к системе с первого квартала должен подключиться Сбербанк, соответственно, все ипотечные договора, проведенные банком, соответственно, будут выгружаться к нам в систему, на основании них, в личном кабинете у физического лица, будет формироваться кнопочка, которая позволит в ускоренном порядке получить вычеты. Глеб Александрович, минуточку, пожалуйста, попрошу я вас приостановиться. То есть вы хотите сказать, если ранее человек подавал декларацию на возврат, то в этом году не заполнять декларацию, не брать справки с работы не нужно, то есть стоит только нажать кнопку? Да, да. Волшебная кнопка какая-то? Волшебная кнопка, да. Спасибо огромное. Все зависит только от того, чтобы банк представил сведения по конкретным договорам. Если у вас эта кнопочка появилась, значит, банк сведений представил, значит, ничего заполнять не надо, нужно просто будет нажать на кнопочку. Кроме того, тоже очень важный момент, тоже сделан для удобства людей, в упрощенном порядке можно будет получить остатки вычетов, не полученных ранее. Здесь важно отметить, что это можно будет сделать с 1 марта, потому что 1 марта у нас срок представления расчетов по форме 6 НДФЛ, внутри которых сейчас 2 НДФЛ. Соответственно, после 1 марта функционал по получению остатков вычетов будет реализован. Что такое остаток вычета? Образно вы заявили имущественный вычет на приобретение квартиры, и у вас сумма удержанного с вас налога за предыдущий год не позволила полностью выбрать сумму. Соответственно, ранее вам нужно было подавать заново декларацию на Новый год с теми же документами. В текущем году, после марта месяца, будет реализован функционал, где опять-таки просто нажатие на кнопку, вам оставшуюся часть неиспользованного вычета, остаток вычета можно будет вернуть опять-таки в ускоренном порядке, в упрощенном порядке, без заполнения дополнительных деклараций. Как удобно! Вот огромное спасибо, говорю. Но на самом деле здесь важно понимать, что этот функционал начнет работать только после 1 марта. То есть, если вы хотите получить остаток вычета в упрощенном порядке, вам нужно... Не так долго, 2 месяца. Да, вам нужно немножко подождать. А вообще тоже мы уже перешли к второй категории, к представлению заявлению на вычет. Здесь важно понимать, что здесь никаких пресекательных сроков нет. То есть, можно подать в любое время года абсолютно, то есть, в любой момент года можно сделать. Я объясню, почему это важно. У нас, как правило, основная масса людей подает, в том числе, и декларации 3НДФЛ по сроку до 30 апреля. И люди вычета заявляют в этот же срок. И получается, что по нагрузке на специалистов, которые проводят камеральные проверки, это самые пиковые месяца. И по срокам проведения камеральных налоговых проверок мы их стараемся сокращать. Но тем не менее, самые длительные сроки приходятся именно на тех людей, которые подли в начале года. Если кнопка и упрощенный порядок, то да, там просто проверяется расчет, исходя из данных, да, если все нормально, то, по сути, там камеральная проверка в ускоренном режиме проводится за несколько дней, и, соответственно, денежные средства возвращаются. Тогда расскажите, пожалуйста, какие вычеты можно получить в упрощенном порядке? Ну, я уже сказал, это имущественные вычеты по ипотечным кредитным договорам, да, и инвестиционные вычеты. Что такое вычеты? Инвестиционные вычеты, связанные с открытием инвестиционных счетов. Законодатель в целях способствования привлекательности, да, вложений, в том числе в кредитную сферу, предусмотрел такую возможность. Можно открыть инвестиционный счет. Это, по сути, тот же самый депозитный счет, только там есть дополнительные ограничения, связанные со снятием денег. То есть, как правило, он открывается там на несколько лет, на более длительный период. И, соответственно, если вы положили деньги на инвестиционный счет, с 400 тысяч рублей, вы сразу при открытии счета можете получить вычет. То есть, соответственно, 52 тысячи рублей вы можете сразу получить. Тоже достаточно такая преференция, которая позволяет и увеличить, в том числе, и доходность, да, от этих вложений. Достаточно большое количество людей, на самом деле, эти инвестиционные счеты открыли, и возможностью этой воспользовались. Да, я тоже, кстати, слышала эту новость. Вот, оказывается, в связи с чем она связана? Тоже важный момент. С этого года все читали новости, все очень переживают. У нас есть два изменения в части налога на доходы физических лиц. Первое изменение, оно касается обложения доходов по вкладам. Наверное, самое такое резонансное, где больше всего вопросов. Оговорюсь сразу. Облагаются не вклады. Облагается доходная часть по вкладам. Причем она облагается не в полном размере. То есть проценты вы имеете в виду? Да. Облагаются исключительно полученные проценты. Причем облагается, начиная с суммы в этом году за 2021 год в 42 500 рублей. То есть, если вы, образно, получили 100 тысяч рублей в виде процентов по вкладам, из нее вычитается 42 500 рублей и облагается только остаток. Откуда взялась цифра 42 500 рублей? Это миллион рублей умножить на ставку ревентирования на начало предыдущего года. То есть ставка рефинансирования была там 4,2, соответственно, миллион на 4,2, вот эта часть необлагаемая. А в связи с чем это нововведение появилось? Ведь люди открывают вклады, ну, наверное, в первую очередь, чтобы заработать, получить дополнительные... Ну, в том-то и дело, что это нонсенс, а садьбель был в законодательстве, ни в одной стране такого мира нет, что человек, получая доходы по своим вкладам, да, он вообще с них, получается, ничего ранее не платил. Соответственно, ввели такую норму, привели плюс-минус все в равные условия в соответствие, да, то есть по каким-то сделкам, там, с ценными бумагами, с теми же, да, это те же вложения, по большому счету, человек НДФЛ платит, при вкладе на депозитные счета человек, как бы, ранее ничего не платил. И то для тех людей, у которых небольшие вклады, как раз-таки сделали вот эту вот норму, что с небольших вкладов, по большому счету, люди ничего платить-то и не будут. Эта норма действует с прошлого года, но первый раз мы будем начислять НДФЛ в текущем году. Опять-таки, скажу, да, чтобы люди понимали, никаких деклараций по этим доходам сдавать не надо. Расчет будет проводиться нами автоматически, и, соответственно, сумма вот этих вот процентов, которые необходимо уплатить, она будет включена в единое налоговедомление по сроку уплаты 1 декабря. То есть дополнительно к строчкам с имущественными налогами в этом году добавляется строчка с доходами от процентов по вкладам. А второе нововведение с этого года это реверсивная ставка. Если у вас сумма дохода превышает 5 миллионов рублей, то с превышения 5 миллионов рублей она уже облагается, доход облагается не по ставке 13%, а по ставке 15%. Этот расчет тоже нами будет произведен автоматически после получения справок о доходах от всех налоговых агентов, также по сроку 1 декабря в налоговедомление строчка при необходимости доплаты НДФЛ будет включена. Хорошо. Как получить вычет на физкультурно-оздоровительные услуги? Это тоже на ВЛО. Расскажите, пожалуйста, это категория социальных вычетов, сюда входит обучение детей, лечение, соответственно, приобретение лекарственных средств, с этого года фитнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, то есть в пределах 120 тысяч рублей вся эта категория, то есть человек может уменьшить сумму НДФЛ, либо вернуть соответственно денежные средства за счет права на социальные вычеты. Что для этого нужно? Да, документы. Для этого нужно, чтобы фитнес, куда вы ходите, был включен в реестр, который есть на сайте Минспорта, соответственно, документы, подтверждающие оплату услуг фитнеса и, соответственно, договор на фитнес. С этого года важно понимать, что эта норма действует исключительно по фитнесу, соответственно, деньги вы вернуть не сможете, но вы сможете получить право на уменьшение удержанной с вас суммы налога в текущем году. То есть вы представляете заявление на вычет налогу орган, мы это право подтверждаем, соответственно, работодателю направляем, работодатель с вас в пределах этого фитнеса просто меньше удерживает НДФЛ. Тоже очень удобно. Ну что же, подводя итог к нашему сегодняшнему разговору, я предоставляю вам заключительное слово, Глеб Александрович. Вот о чем стоит сейчас в январе помнить, если декларацию подать нужно и если нужно подать на вычет. Вот основные тезисы, которые вы сегодня озвучили, пожалуйста, назовите еще раз. Основные тезисы, нужно понимать, что сумма сделки должна быть не менее 0,7 от кадастровой стоимости, нужно понимать, что необходима декларация прикладывать документы, подтверждающие как доходную, так и расходную часть, и нужно помнить, что появилась возможность в упрощенном порядке получить вычеты, но для этого нужно немножко подождать. Ну и проконсультироваться всегда можно в любом отделении, налоговой. Как вы советуете, все-таки прийти лично либо дистанционно по телефону? Можно прийти лично в любую инспекцию, можно дистанционно. У нас на самом деле сайт позволяет абсолютно на любой вопрос найти ответ, сайт налог.ру, и соответственно у нас есть многоканальный телефон, по которому тоже вас свяжут с профильными специалистами, которые на любой вопрос помогут ответить. Вот мы, кстати, не коснулись сегодня личного кабинета, налогоплательщик, там может быть что-то новое, удобное, какие-то сервисы появились. Все, о чем я говорил, это все реализовано в личном кабинете. К сожалению, без подключения к личному кабинету вы никакими упрощенными порядками воспользоваться не сможете. Чтобы подключиться, опять несколько слов, вы приходите в инспекцию, вам выдают пароль, это занимает несколько минут. И это очень удобно. Да. Спасибо. Спасибо вам большое за интересный конструктивный диалог, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я думаю, что все те советы, которые дал сегодняшний мой гость, вы ими непременно воспользуетесь, чтобы заплатить налоги и жить спокойно, ну и, конечно, получить свои личные налоговые вычеты. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова